Преступление по поводу убийства абитуриента в политехническом институте совершал я. Виталий Манишин родился в 1971 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района. В 90-х окончил Алтайский государственный аграрный университет, а затем стал работать главным ветеринаром в Шадрино. Был женат двое детей. Как человек по характеру могу вам сказать следующее. Он достаточно грамотный, образованный, производит впечатление, имеет высшее образование, занимал должности власти, очень хорошо умеет говорить, поставленная речь, формулировать вопросы, правильно отвечать. В общем, достаточно хорошо располагает к общению. Именно так он и располагал к себе своих жертв. Каждому находил свой подход. С некоторыми мог общаться порядка двух часов. Такой портрет описывают не только сотрудники следкома, но и односельчане обвиняемого. Мои коллеги тоже с ним общались. Общество согранились на ответственностью востоку. Не красиво, наверное, будет, скажем, но не имея наглость. Но они же не к домам. Там, я так поняла, одну бочку ставят? Нет. В нулевых ведомствами была проделана большая работа. Проверены тысячи людей и сотни фактов. В наше время пошли другим путем. И увидели связь убийства девушки в 89-м году к серии убийств девушек-абитуриенток. Мы сопоставляем ту информацию, которая есть в одном деле, в другом. Смотрим экспертизы судебно-медицинские, которые нам показывают, каким образом были убиты лица, как они перемещались, не перемещались, скрывались трупы, не скрывались. То есть все эти механические признаки, они создают картинку определенную, где можно судить о каком-то сходстве. Соответственно, мы отталкиваемся от информации, кого проверяли в этих делах. Но если мы видим, что человек непосредственно был на месте происшествия, один из последних, кто видел жертву, то к нему как минимум есть вопросы. Из интересных фактов. На одном из мест преступлений Манишин был понятым. В 2000-м было сотни звонков, чтобы сообщить личность политеховского маньяка. Один из таких анонимов назвал имя Виталий Манишин. Появление в деле и смерть главного подозреваемого в те года Анисимова обвиняемый воспринял как способ выйти сухим из воды. Мужчина отказался от нескольких адвокатов, так как не сходился с ними в позиции. Сейчас у него есть защитник, он признан вменяемым. Да, он говорит, я предполагал, что будет такой вариант, что рано или поздно за мной придут. И даже вопрос задавался таким образом, когда было бы лучше, раньше или сейчас. Ну, на что он ответил, что сейчас, ну, как сказать, и так, и так было бы, конечно, плохо. И как сейчас, и как раньше. Но, как говорит, если было бы раньше, ну, намного для меня серьезнее были бы какие-то последствия определенные. По мнению Зеленского, о сожалению Манишина сказать сложно, но были моменты, когда он говорил о раскаивании. Ознакомившись, да, с результатами психофизиорического исследования, так называемый полиграф, потому что у нас были еще иные доказательства его причастности к тому времени. То есть, да, Манишин принял решение сотрудничать с следствием, написал явку с повинной. В ходе следствия, да, он указывал ряд мест, то есть, в том числе, ну, ранее неизвестных следствию. Делаем вывод о том, что такими данными мог обладать только тот человек, который совершал эти преступления. Напомним, дело рассмотрят в Калманском районном суде. Юридически, да, имеется понятие, что срок давности, как бы по особо тяжкому преступлению, что истекший. Но поскольку все преступления были совершены Манишиным, санкцией, за которые предусматривал в свое время высшую меру наказания, то вопросы применения срока давности решает только суд. И поскольку большинство эпизодов по месту совершения преступления были совершены на территории Калманского района, убийство, сопряженность, изнасилование и дело было направлено в Калманский районный суд. Всего, по официальным данным, Манишин совершил 11 убийств. Первое в 89-м и последующие в нулевых. У нас между первым и последующими доказанными убийствами есть большой промежуток времени, и мы не уверены, что в это время не совершались убийства. То есть у нас есть достаточное количество дел, которые на сегодняшний день не раскрыты. Всего таковых порядка полутора тысяч. Самое первое дело числится датой 1956 года. В настоящее время принято решение начальником главного управления о цифровизации, перевод в цифру всех дел. И в том числе сведение различных списков проверенных лиц, отрабатывавшихся лиц. Я думаю, что это даст большой толчок в проведении аналитических исследований, в том числе с использованием современных методов, которые есть у нас. На данный момент существует специализированное подразделение по раскрытию преступлений против личности прошлых лет. В среднем в крае раскрывается порядка 40 таких уголовных дел. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.